Проверка детских лагерей идет полным ходом в составе комиссии, представителей Роспотребнадзора, пожарной охраны, Росгвардии и Минздрава. В этом сезоне в округе будет работать шесть лагерей. Будет дана оценка каждому лагерю в плане подготовки и будут выявлены те недостатки, которые, если они имеются, и будет дан срок для их исправления, для того, чтобы мы могли достойно встретить наших детей. Самое главное, чтобы наши дети были здоровы, отдыхали в хороших условиях и были довольны родители. В этом году меры безопасности усилили, провели сотрудникам инструктаж, установили дополнительные камеры видеонаблюдения, также планируют ежедневные обходы территории. Все для того, чтобы более шести тысяч детей провели каникулы с комфортом. В основном это путевки по 14 дней, есть по 21 день разные, разные сроки на отдых. Дневного пребывания лагеря также будут проверяться еще дополнительные будут выезды на базе образовательных учреждений. Качество заказываемых продуктов контролируем лично, ну и, соответственно, качество приготовленных блюд тоже в соответствии с требованием инструктажа. Программа лагеря в лесном городке обещает быть насыщенной, отмечает директор. Изучение английского языка в игровой форме, различные активности на свежем воздухе, театральные вечера и не только. И заключительное мероприятие, раньше в лагерях, ну и сейчас где-то называется это свечка, у нас это называется круг доверия. Это такое больше успокоительное мероприятие, чтобы дети немножечко уже после насыщенного дня остыли. Либо обсудили день прошедший, либо обсудили какую-то интересующую большинство тему. В этом году лагерю исполняется 25 лет. За это время на глазах у педагогов выросло целое поколение. Уже третий год мы принимаем детей наших детей, которые выросли у нас, уже достаточно взрослые, управляют к нам своих детей. Бесплатные путевки получили дети из многодетных семей и участников СВО. Первый заезд стартует уже 28 мая. Карина Геряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». КОНЕЦ «Одинцова» КОНЕЦ «Одинцова»